Если говорить о Госдуме, уже не первый раз там призвали депутат от Единой России, что СВО, так называемое, не имеет успеха и это СВО нужно прекращать. Скажите, пожалуйста, почему депутаты в Единой России, правовладные партии, позволяют себе сейчас такое говорить? Это факт того, что уже в лице Путина не видят угрозы? Да, в лице Путина никто не видит никакой угрозы, уже это совершенно точно. И все поняли, что война проиграна. Все поняли, что война проиграна. И по этому поводу я вам скажу три вещи. Значит, вот этот самый Константин Затулин сказал, что ни одна из целей, которая была поставлена перед так называемой специальной военной операцией, не исполнена. Пригожин сказал, что мы не придумывали эту специальную военную операцию, подразумевая, что придумал ее Путин. Депутат Соболев сказал, что банда какая-то бегает по полям специальной военной операции и непонятно, что за махновщина там происходит, имея в виду Пригожина. Да, да, и депутат, бывший там депутат или нынешний депутат Надеждин сказал, что, а что, ребят, какие проблемы, вот у нас в следующем году эти самые выборы, вот переберите Путина, и все вернется на свои круги, и Россия вернется, и санкции с нее будут сняты. То есть, на самом деле, бардак уже начался. Плюс мы видим, что происходит в Белгороде, мы видим, что беспилотники падают на Кремль, беспилотники врезаются уже там почти рядом с резиденцией Путина в Ново-Огарева. Вот мы все это видим, и понятно, что в России уже давно нет никакой государственной власти. Давным-давно нет никакой государственной власти. И Путина нет никакого, как президента настоящего. У Путина нет сейчас никакого контроля ни над тем. У Путина контролирует что? Раздачу фитюлик в Кремле, да, и что еще? И вот там поесть клубнички с этим самым Лукашенко. Да и то мы сомневаемся, что это был Путин, возможно, это был даже его двойник. Ну вот, кстати, вы вспомнили о Лукашенко. Встречались они в Сочи. Лукашенко якобы намеренно или не намеренно сказал, что он тоже участвует в войне, потому что он сказал, что это наша война. Ну, много наговорил глупостей. И они опять вспомнили о ядерном оружии. Вам не кажется, Сергей, что просто уже не о чем официально говорить Лукашенко и Путину, и они вспоминают вот это ядерное оружие? Потому что мы с вами не раз говорили, что нет никакой необходимости в Беларуси ставить ядерные установки, потому что это ракеты, которые летят на тысячи километров, и базирования достаточно и в России. Ну, там немножко не так, потому что они ставят практическое ядерное оружие, оно не обязательно летит на тысячи километров. Но вы совершенно правы, потому что там есть другое объяснение, потому что точно такое оружие состоит там за 300 километров ближе к Европе, то есть в Калининграде. И зачем его ставить в Беларуси, совершенно непонятно. Калининград – это российская территория, официальная российская территория. Вот пока его не отвоевали Польша и Литва, и не разделили его, и не возвратили, наконец, все это дело, и не переименовали его обратно в Теренцберг. Но Лукашенко – это такой же вариант, как и Пригожин, да, только это более давний вариант, и это более институционализированный, жуткое слово, трудно выговорить его, да, чем Пригожин. Потому что Лукашенко все-таки считается худо-бедно там во главе какой-то суверенной страны, хотя мы все понимаем, что он такой же цепной Путина, как и Пригожин. И вот Путин сейчас его сказал, это, к ноге, Григорьевич, Григорьевич к ноге в Сочи, приезжай. И тот, естественно, прибежал, почему? А потому что он прибежать не может, потому что бабки все из России идут. Если не будет бабок из России, Лукашенко помрет. Я имею в виду не только он, как физическое лицо, но вся его система, весь его режим просто... И поэтому, когда ему Путин каждый раз говорит, не дам бабок, он прибежает тут же и виляет хвостом. И поэтому он вынужден говорить о союзном государстве, о войне общей и так далее. Сергей... Он умнее Путина, Лукашенко умнее Путина, он хитрее Путина, и поэтому он понимал, чем это все дело грозит. Но Путин его дожал, Путин его дожимает. И на самом деле, вы знаете, в этой передаче тактического ядерного оружия есть очень оптимистическая компонента. Очень сильная оптимистическая компонента. Потому что, когда они его туда реально перевезут, то на вашей территории есть такой полк Калиновского. Вот этому полку Калиновского надо будет выдвинуться в Белоруссию и захватить это тактическое ядерное оружие, которое там находится. И все. И объявить тут же немедленно, что Белоруссия является ядерной, независимой державой, которая берет под свою охрану Украину, соседнюю, братскую Украину. И армия Белоруссии немедленно присоединится к полку Калиновского. И таким образом распад Российской империи начнется, возможно, начнется даже с Белоруссии. А, кстати, Сергей, вы слышали эту информацию, что якобы в январе, кажется, в начале января ФСБ уговаривала силовой блок, уговаривала белорусскую армию войти в Украину, но белорусская армия отказалась. Сейчас, как вы считаете, есть вариант тот, что армия Белоруссии непосредственно будет брать участие в войне в Украине? Ну, на них тоже можно нажать, потому что вы же понимаете, что люди в погонах должны исполнять приказы. Если верховный главнокомандующий Белоруссии, вот этот самый председатель колхоза, который просто в погонах маршала ходит, вот, очень смешно, конечно, да. Путин в этом смысле чуть бывает иногда мудрее Лукашенко, потому что в чем нельзя обвинить Путина, он никогда себе не захотел надеть никаких военных погод. Потому что он читал когда-то мое исследование, в котором я рассказывал, как вот Андропов, когда он пришел к власти в КГБ в 67-м году, он до 1973-го года отказывался надевать погоны. И надел только тогда, когда Брежнев его сделал полноправным членом политбюро. Вот тогда он надел погоны генерала-полковника, а потом генерала армии. Лукашенко тоже сопротивлялся этому делу, и он понимает, кстати, и армия Лукашенко понимает, что она проиграет и будет разбита немедленно, как только она туда войдет, а никому не хочется умирать, даже генералам, про солдат я вообще не молчу. А Лукашенко понимает, что если армия его будет разбита, то его немедленно, вот полк Калиновского тут немедленно просто вернется в Беларусь и его свергнет немедленно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова